Израиль – это первая страна, которая объявила второй тотальный карантин. Сейчас мы снова сидим дома. Это Анастасия. Она коренная ангарчанка. В Израиль переехала вместе с мужем год назад. А через пять месяцев нагрянула эпидемия. Закрылись все общественные места. Посещать разрешили только продуктовые магазины и аптеки. Ввели обязательный масочный режим. Правила простые, но строгие. За отсутствие маски – штраф 500 шекелей. В рублях это 10 тысяч. В автобусах, в магазинах всегда говорят маску одевайте на нос. Постоянно, без дейта. Даже были такие ситуации, что водитель автобуса просто останавливался, пока человек не надел маску. Вот прям как в России у нас не было дефицита с масками. И мы спокойно могли купить их в магазине. В любом, абсолютно. Летом вирус дал израильтянам передышку. Количество заболевших снизилось. Но в августе снова начался рост. Повысилась смертность и ограничительные меры вернулись. Израиль закрылся на карантин 18 сентября. Теперь жителям запретили покидать родные города без веской причины. И уходить от своего жилища больше, чем на километр. Конечно, еще круто, когда государство тебе помогает материально. Допустим, в этот раз, во второй карантин, нам государство выделило на семью. То есть мне с мужем, без детей, 5000 шекелей – это 100 тысяч рублей. Поэтому это минимальная оплата труда в Израиле. В России заболеваемость коронавирусом также фиксируется ежедневно. Официальная статистика показывает стабильный прирост. Однако о второй волне эпидемии пока речь не идет. В Иркутской области новые случаи инфицирования держатся на уровне 70 в сутки. А в Ангарске, похоже, началась та самая вторая волна. Общее число заболевших горожан уже превысило полторы тысячи. Только со вчерашнего дня диагноз COVID-19 поставили 53 ангарчанам. Везде же во всех странах вторая волна пошла. Надеюсь, нас минует Сибирь все-таки. Люди болеют, болеют сильно. Даже у нас за месяц в Ангарске 160 человек заболело. Это же о чем-то говорит. Тем временем в Иркутскую область доставили первую партию вакцины от коронавируса. Это 42 дозы препарата отечественного производства. В первую очередь привьют медработников, которые работают в красной зоне и оказывают помощь в инфекционных больницах. Также мы подписали соглашение с Министерством травоохранения Российской Федерации. К нам еще поступит вакцина около двух тысяч доз. Также рекомендации в первую очередь привить медицинских работников, работников образовательных учреждений, социальных учреждений. На сегодняшний день к вакцине и к тому, кто будет привить, достаточно серьезные требования. В первую очередь человек должен быть практически здоров, не иметь никаких хронических заболеваний. На подходе и российское лекарство от коронавируса. Цена одной упаковки составит более 12 тысяч рублей. Столько же в Иркутской области составляет прожиточный минимум. Надо ли говорить, что позволить себе чудо-таблетки смогут далеко не все. Большинству сибиряков по карману только профилактика в виде масок и перчаток. Но даже этим пользуются единицы. Елена Шелик, Олег Левченко, Местное время.